Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. Продолжительность жизни и цифровизации экономики в Сочи завершился российский инвестиционный форум. Герои наших дней. Сегодня 30-е годовщина вывода советских войск из Афганистана. По предложениям горожан, с завтрашнего дня в Чебоксарах меняются некоторые маршруты общественного транспорта. Опыт Чуваши в сфере здравоохранения заинтересовал представителей федеральных ведомств. Развитие медицины обсуждали на полях российского инвестиционного форума. С подробностями из Сочи мой коллега Дмитрий Ковалев. Медиа-центр Олимпийского парка, где и работают все дискуссионные площадки, это примерно 40 футбольных стадионов. И поэтому гостям Сочинского форума и нам, журналистам, невольно приходится заниматься спортивной ходьбой, да еще с максимальной нагрузкой. К слову, об активном образе жизни и здравоохранении говорили на одной из панельных сессий, в которой принял участие и председатель правительства. Стратегическую цель определил национальный проект. К 2024 году продолжительность жизни россиян достигнет 78 лет. Это вполне реализуемая задача, отмечает Дмитрий Медведев. Мы когда начали заниматься первым национальным проектом, у нас практически ничего не было с точки зрения наиболее опасных заболеваний. Вообще высокотехнологичная медицинская помощь, количество операций на тот период измерялось цифрой до 100 тысяч. Сейчас, если я не ошибаюсь, мы таких операций делаем около миллиона. Уже даже больше миллиона. То есть вот рост десятикратный. В Чувашии продолжительность жизни уже достигла 72 лет. И это результат планомерной работы. В приоритете развития медицинской помощи в шаговой доступности. В республике продолжается программа строительства ФАПов. С прошлого года по муниципалитетам начали колесить и мобильные комплексы, которые оснащены современной техникой. Глава региона отметил, что большой эффект приносит и паспорт активного долголетия. В этом документе прописаны рекомендации специалистов для пожилых людей. Количество долгожителей у нас, которые за 100 лет перешагнули, составляет 100 человек. Касаясь мужского здоровья, на самом деле проблема в чем? Если взять оригинальные особенности, у нас мужчины живут меньше. Наша задача через популяризацию разных мер продлить долголетие наших мужчин. В трудосуспособном возрасте практически 2,5 тысячи мужчин уходят. Это работники, которые должны развивать реальный сектор экономики. Огромные средства выделяем. По этому году с учетом фонда обязательного министерства охлаждения практически 20 миллиардов рублей. Это огромные средства. На первый план сейчас выходит и профилактика. Вице-премьер Ольга Голодец считает, что власти регионов должны стимулировать жителей заниматься спортом. Тема долголетия, она заняла свое особое место. У нас стоит задача, чтобы вовлечь в занятия спортом 55% населения. Это такая экспертная оценка. Считается, что такой показатель позволит изменить показатели здоровья нации. Большая часть людей старшего возраста ответственно начинает относиться к своему здоровью и начинает активно заниматься, я не скажу, что это спорт, но это физкультура. Расходы на модернизацию здравоохранения в ближайшие годы не сократятся. Многомиллиардные суммы выделяют только на борьбу с сердечно-сосудистыми болезнями. Но от медиков зависит далеко не все. О своем здоровье должны заботиться и сами россияне. Минздраве страны прогнозируют, что приверженцев активного образа жизни в регионах станет больше. Мы говорили о том, что не менее 60% вносят вклад в здоровье, образ жизни. И именно поэтому самый большой вклад может внести сам человек. И наша задача каждого человека сделать активным участником процесса сохранения здоровья. Причем при таком огромном вкладе в финансовом выражении это всего 12% всех трат. Нужно обязательно высвобождать вот подобную полезную социальную активность. Тем более, что весь мир построен именно так. Но очевидно, что следить за собственным здоровьем – это действительно наша личная обязанность. У главы республики довольно плотная рабочая программа. Михаил Игнатьев провел переговоры со своими коллегами-губернаторами, членами правительства страны, а также с представителями крупных корпораций. Одна из важнейших тем, которую обсуждает на форуме – развитие электросетевого комплекса. Руководителям субъектов презентовали планы модернизации. Целью является кардинальное увеличение производительности труда, переход, трансформация цифрового комплекса, рывок, совершить. Что свойственно цифровой трансформации? Важно. Первое, конечно же, это достоверные сквозные данные о потреблении и режимах работы сети. С середины 2020 года на гарантирующих поставщиков и сетевые компании возлагается обязанность установки интеллектуальных систем учета. Мы сейчас готовим нормативные документы, которые позволят интеллектуальной системе учета пятого поколения. Это уже не просто учет электроэнергии, это система, интеллектуальный портал. Электросети перейдут на интеллектуальные платформы. Это вовсе не фантастика, а детально просчитанная стратегия цифровизации. Модернизация должна отразиться на безопасности энергообъектов. В правительстве страны обсуждают новые подходы к тарифной политике. Мы говорили о необходимости внедрения в электросетевом комплексе долгосрочных тарифов. Долгосрочные тарифы – это та, скажем так, цель, мотивация, которая дает возможность планировать деятельность электросетевого комплекса. Мы обсуждаем на сегодняшний день долгосрочные тарифы на 10 лет на уровне инфляции минус 0,1%. Обсудить тему развития энергетики глава Чувашии предложил и на форуме «Релафэкспо», который пройдет в Чебоксарах в апреле. С официальным визитом в республику намерен приехать и руководитель федерального ведомства Александр Новак. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика и Сочи. И еще одна важная новость с полей Сочинского форума. На рабочей встрече с генеральным директором корпорации 2050 «Интегратор» глава Чувашии обсудил переход на цифровые технологии предприятий концерна «Тракторные заводы». Вот какие подробности сообщили в нашей съемочной группе. Теперь, как сделка завершена и заводы входят в нашу дружную семью «Трансмашолдинга», мы, соответственно, также сможем приступить к внедрению технологий цифровых индустрии 4.0, направленных на повышение производительности и эффективности, и, соответственно, направленных на то, чтобы продукция стала более конкурентная, чтобы рабочие смогли больше выработку показывать и, соответственно, больше зарабатывать, чтобы предприятие смогло демонстрировать лучшие финансовые результаты. Я точно знаю, что у вас хорошая ситуация с кадрами, точно знаю, что руководство уделяет большое внимание подготовке и воспитанию молодежи, именно в профессиональном смысле, что для нас важно. Поэтому мы рассчитываем найти хорошее восприятие новых технологических идей, цифровых технологий в том числе, и, собственно говоря, тоже нашу копилку знаниями и компетенциями при помощи вашей образовательной системы и вашей грамотной молодежи пополнить. Мы на это очень рассчитываем. В Новочебоксарске на базе Химпрома будет создано новое производство пероксида водорода. Об этом сообщил директор предприятия Ярослав Кузнецов на полях российского инвестиционного форума. Благодаря производственной площадке на предприятии появится около 200 высокопроизводительных новых рабочих мест. По предварительной оценке, общий объем инвестиций составит более 5 миллиардов 600 миллионов рублей. Проект будет реализован в течение двух лет. Напомним, пероксид водорода входит в специальные химические продукты, обладающие бактерицидным действием. Один человек погиб и шесть пострадали в сегодняшнем ДТП в Цивильском районе. По предварительной информации МВД, маршрутка Чебоксар и Канаж столкнулась с грузовиком. Авария произошла в половине пятого вечера на трассе А-151 около деревни Чурачики. Водитель микроавтобуса погиб. Шесть человек, среди которых два ребенка получили травмы. Причины ДТП устанавливаются. В связи с ухудшением погодных условий водителям рекомендуется строго соблюдать правила дорожного движения. Не нарушать установленный скоростной режим. Держать безопасную дистанцию и избегать рискованных маневров. Будьте внимательны и осторожны. Сегодня исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Там за 10 лет страна потеряла более 13 тысяч солдат. В Чебоксарах состоялось возложение цветов к монументу воинам-интернационалистам. Война в Афганистане длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней. Из Чувашии там служили по разным данным от 4,5 до 5 тысяч солдат. Более 100 из них вернулись на родину в цинковых гробах. Четверо считаются пропавшими без вести. Их имена увековечены в парке победы на монументе воинам-интернационалистам. С годовщиной окончания боевых действий всех поздравил заместитель главы администрации города, ветеран афганской войны Владимир Филиппов. Последнее подразделение советской армии и пограничный мост через реку Амадарья. Для всех, кто шел по этому мосту, это было событие до и после. Мы сегодня отдаем дань уважения павшим и дань уважения живым, которые вернулись с этой войны. Накануне стало известно, глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ об увеличении социальных выплат инвалидам боевых действий. Вот это то внимание руководства республики, которое уделило этим ребятам, вот та возможность, которую руководство республики нашла, изыскала в бюджете для выплаты ежемесячной, для нас это очень дорого. С завтрашнего дня в Чуваксарах изменится схема движения 11 маршрутов общественного транспорта. Напомним, так решили сами горожане на портале «Открытый город». Месяц проходило голосование. Все предложенные изменения внесли в муниципальный документ планирования и утвердили. 42 маршрутка больше не будет ездить через институт образования и поедет через рощу. 45 сменит улицу Гагарина на проспект Ленина, а 26 будет делать круг по юго-западному району. 41 маршрут должен будет ездить по улице Кривого вместо Гузовского, но пока схема останется прежней. Ее поменяют, когда определится перевозчик. 18-й троллейбус будет ездить в северо-западный район. 15-й и 19-й объединятся в один 15-й маршрут. У последнего, как у 22-го, конечным пунктом станет Чапаевский поселок. Сейчас идет монтаж контактной сети. По результатам изменения схем движения маршрутов мы будем собираться с этим районам, анализировать те изменения, которые произойдут. Но если будут какие-то дополнительные предложения, мы их будем также рассматривать. В Чувашии суд вынес приговор к директору спортивной школы в Научбоксарске, где осенью прошлого года утонул мальчик. Его признали виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следствием и судом установлено, что с мая 2017 по ноябрь прошлого года на тот момент еще директор спортивной школы в целях снижения затрат на содержание этого учреждения не создал безопасные условия для посетителей во время платных занятий в плавательном бассейне, не оснастил его необходимым количеством спасательных средств, не организовал принятие на работу инструктора по плаванию для контроля за безопасностью посетителей бассейна, а также не обеспечил врачебный контроль. В результате 17 ноября прошлого года в Единый Республиканский День Здоровья и Спорта в указанном бассейне захлебнулся в воде 9-летний мальчик, находившийся там без какого-либо присмотра. После этой трагедии директор спортивной школы был освобожден от занимаемой должности. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, он на один год лишен права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях. Каждый день они обеспечивают безопасность тысяч пассажиров на вокзалах, в речных и воздушных портах. Речь о сотрудниках транспортной полиции. В этом году органам внутренних дел на транспорте 100 лет. Немного истории. Транспортная полиция создавалась специально для охраны железнодорожных путей и вокзалов. Но система груза и пассажироперевозок постоянно совершенствовалась. И с годами функции ведомства значительно расширились. Современные масштабы работы огромны. Это отмечено и в приветственном письме главы региона Михаила Игнатьева. Несмотря на возникновение новых угроз общественной безопасности и возросшую сложность вашей работы, показатели раскрываемости преступлений на транспорте остаются стабильно высокими. Сотрудники ведомства успешно справляются с задачами по пресечению фактов незаконного оборота наркотиков, эффективно ведут работу по противодействию терроризму. По статистике, дорожно-транспортные преступления составляют 20% от всех правонарушений в нашей стране. В основном в этом перечне безбилетный проезд, нарушение правил провоза багажа, пожарной безопасности и несоблюдение правил поведения в общественных местах. В транспортной полиции работают настоящие профессионалы, которые знают, как обеспечить правопорядок. Ветераны службы и лучшие сотрудники управления получили благодарности. Старший редактор национального радио Родион Архипов был отмечен за многолетний и добросовестный труд в освещении деятельности правоохранительных органов республики. В 75 лет со дня образования отметил Маргаушский район. Такая знаменательная дата – весомый повод вспомнить, как жил и развивался район все эти годы. Безусловно, главные герои праздника – жители. Именно они на протяжении многих лет вкладывают душу и силу в малую родину. На юбилей пригласили и нашу съемочную группу. Здесь проживает почти 35 тысяч человек. 177 деревень и сел объединены в 16 сельских поселений. Территориальный район находится рядом со столицей, что дает ему особые преференции. Маргаушсы с удовольствием торгуют на столичных рынках своей вкусной и экологически чистой продукцией. Чебоксарцы активно работают на многих районных предприятиях. Партнерские отношения идут на пользу обоим муниципалитетам. Здесь реализуются масштабные инвестпроекты. Строятся дороги и жилье. В Маргаушсской районе сегодня успешно реализовывается и промышленное предприятие, и сельское хозяйственное производственное предприятие. Особенность по промышленности, это же, конечно же, флагман сегодня Маргаушсской промышленности. Это заочебоксарское предприятие сельское. Особно хочу отметить это птицепаблика Маргаушска, которая в прошлом году 50-летний юбилей отметила. За последние 5-6 лет она почти удвоила свое производство основного вида продукции. И у них даже есть дальнейшие планы по модернизации дальнейшего расширения производства. По другим предприятиям особо хочу отметить это с КПК имени Суворово. По прошлому году неплохие результаты и увеличил площадь обрабатывающих земель. Сергей Хрусталев начал свою работу в электроэнергетике в 2001 году. Его добросовестную работу не раз отмечали высокими наградами. А сегодня он получил благодарность главы республики Михаила Игнатьева. Я в основном работаю электромонтером, поставляем электричество, многоквартирные и частные дома. Я в дальнейшем собираюсь также работать и предоставлять наши услуги. В нашем Маргаушском районе живут очень-очень уважаемые люди. Много рабочих, хороших, которые заслужили почет и славу. Удостоены многие наград в сфере воспитания детей, в сфере социальной защиты, сельского хозяйства. Такие люди и закладывают характер района. Причем маргаушцам удается все. И работать в промышленных компаниях, где особенно ценится профессионализм и опыт, и развивать личное подворье, и отдыхать с размахом. К слову, и в праздничном концерте участвовали свои художественные коллективы. В фойе Чуварского драмтеатра весь день работали различные площадки и выставки. У нас хозяйство чисто семейное производство. Муж работает, глава фермерского хозяйства. Я технологом работаю на этом предприятии. Шесть лет я выращивала свиней сама. Затем колбасный цех с 2000 года открыли. Жители маргаушского района поздравили с праздником представителей органов власти. Наградами были отмечены лучшие труженики. Искренние поздравления и добрые пожелания останутся в памяти надолго. Такие праздники, кроме отличного настроения, дают еще и хороший настрой на дальнейшую работу. Олеся Русакова, Валерий Рязюков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я желаю вам хороших выходных и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова